Доброго времени суток, с вами Розем. Вчера записал обзор на ножа 78 уровня, как вы поняли по названию видео. Я написал одному человечку, спросил у него, не хочет ли он рассказать о своем персонаже. И он мне ответил, что с удовольствием расскажет, поделится с моими подписчиками и на видео заходящими людьми. Вы из этого видео поймете, что я хочу. Разговор очень длинный получился, потому что очень много информации и очень классной информации. Там даже будет пвп, плюс рассказ, что происходит на барсе третьем. Это обзор на ножа 78 уровня со средним донатом. Некоторые вопросы, которые меня лично интересовали и может будет вам интересно послушать это все. Примерно такого формата я хочу делать видео с подкастами. Даже если ты не такого буста, пиши мне, если тебе есть что рассказать. Ладно, давайте перейдем к видео. Все, запись пошла. Всем привет, классик, вы мне многие знаете. Играю сейчас на B3. Покажу своего персонажа. Этот персонаж является среднедонатным. В него начали вкладывать, наверное. Но я так думаю, где-то с лета я так более-менее понял, что можно немножко донатить и начал донатить. И до лета, в принципе, вообще не донатил. Сам я с Одессы. Что может среднедонатный игрок получить? В принципе, фиолку получается очень легко. За всю игру у меня было 9 колец. Часть была достана с алхинки, часть я покупал. То есть, в среднем, где-то, если я не ошибаюсь, в районе 2-2,5 тысяч алмазов. В алхинке мне, в принципе, везло. Я смотрел какие-то ролики на ютубе, как правильно точить. И вот с 9 колец у меня зашло 3 пятерки и 2 четверки. Самые дешевые шмотки – это мой фиол Даггер и Сигиль. Они мне обошлись в среднем где-то по 6 тысяч кристаллов. С еще одной четверки я сделал себе сапоги посланника. Одну пятерочку, конечно, я просрал. Но, в общем, как-то так. По шмоту для ножей. Я считаю, что самое лучшее для ножа, если мы берем красную муку, это Хилигрим. Он, в принципе, недорогой. Элесики я суда особо не ловил. То есть не упарывался в защиту. Ловил, что было, то и ловил. Потому что возможности нету. Игресс Элесы покупать и травить постоянно. Но я посчитал, что самое выгодное – это ловить мой основной стат, это силу. А там дальше что уже попадется. То есть в Хильдегриме у меня сила плюс 2. В Аппелле тоже сила плюс 2. Элесик вы можете видеть. Янг Лафары – сила защита. Посланника – сила снижения. Рубашку. Я все паки не брал, но буквально пару паков взял, и она сразу зашла на плюс 7. Одна из самых дорогих вещей – это, как оказывалось, Селихадейн. Купил на аукционе. 10 тысяч алмазов отдал. Где-то полгода назад, наверное. Они были еще в дефиците. По серьгам – это начало игры было. Я их как заточил на шестерке, так и оставил. То есть я больше паки не покупал. И, в общем, так получилось. Ну, тут 2 МЖ. Дальше в печати. Ну, вот в печати я тоже, в принципе, вот эту пагерь я не покупал. Она зашла на плюс 4, я не помню. Я купил вроде обычные паки и сделал четверку. Там она вроде гарантированно была. Браслеты у меня так же самое. Они с самого начала игры. Я их особо не точил. Вот когда начали давать браслеты, тогда я получил эти браслеты. Пояс у меня был куплен тоже за 10 тысяч кристаллов. В принципе, он неплохой. С ним бегаю уже больше, чем полгода. Тут 19 защиты. Получается 16 защиты в Октависе. И тут хороший ЛС на 3 защиты. Ну и кольцо Лорда Смерти. Вот. Следующая печать Евы. Плюс 5. Пятая я паки покупал, но зашла она только на 5. Брошка у меня пятая. Руна Силы третья. Мудрости вторая. Но руны очень плохо точатся. Очень. Да, вот такой вот, в принципе, средний донатный персонаж. Могу показать... Слушай, а... Да. А подожди, а по Твинаму, у тебя есть твинные какие-то? Нет, играю абсолютно без твинов. Так как играю в основном на айпаде, у меня нет времени твинов качать и играю. Донатные коллекции закрыты у тебя? Да. Давай к этому перейдем дальше. Угу, хорошо. Давай с самого начала. По картам. Так. Белые все, зеленые все. Синие. Синих у меня не хватает. 5 штучек. Сейчас мне дадут за левел одну штучку, я ее заберу, а потом еще две. То есть, они даются на выбор. Ты когда дастешь до этого, увидишь, что там дальше карты даются на выбор. Ты какую хочешь, такую и забираешь. Нельзя только забрать благодарный. Вот этот благодарный. Они есть. Их нельзя достать. То есть, они падают только с паку. Вот, а все остальные можно будет. Дальше также будет даваться красный. Там уже после 80-го левела. По красным картам, по красным, не хватает. У меня всего-навсего 12 штук. Для всех скажу, что когда ведут купоны, а купоны, скорее всего, будут у нас, может быть, на 500 дней, может быть, на 600 дней, то останется играть. Всем посоветую брать карту Кикея. Если у вас ее нет, то берите. Она абсолютно всем классам нужна. По нескольким причинам. Она закрывает такой великолепный стат, как уменьшение времени перезарядка. Этот стат практически нигде не достать. И он очень важен. Также, как бы, карты, которые нельзя, скажем так, практически достать. Это Кикея, это Тор, это Зигхард и из ножей Парис. То есть, эти карты достаточно редкие. Так, теперь по Парабуде. Я только начал немножко пробуждать. Очень много непробужденных карт. По чуть-чуть, по одной, по две засовываю, что-то получается. Ну, по Фиолу у меня все на всего 7 карт. Неплохо. Не, ну ты для обычного игрока, как понял, сверхдонер вы выглядишь. Вот в глазах обычного игрока. Нет. Это просто труп старания. Я согласен полностью. За счет алхинки, если понимать, как и что, то можно. Теперь к агатам перейдем. С агатами немножко все получше у меня. Так, с редких мы начнем. Мокус. Это агат, который достается у нас на острове. Я его травил уже 4 раза. Шанс на него, если я не ошибаюсь, там 20% на дать 2000 итемок. И он достается с этих травил. То есть я уже 4 раза травил, не получается. Но в принципе, если у вас есть часы на остров, то раз в день можно травить на этого катиона. То есть мы где-то замирали, что в принципе за ночь можно выбить около 2000 итемок. Подожди, на остров лабиринт? Да, но они меняются. Лабиринт, остров. То есть каждую неделю что-то. Вот. Там падают вот такие вот итемки. Вот. И с этих итемок с 2000 есть возможность сделать. По поводу бури, наверное, стоит забыть, потому что это нереальный агат. Чтобы его взять... Ну, я так думаю, надо хороших 2 месяца фармить. Чтобы его выформить, надо 60 тысяч вот таких вот кристалликов с башней. Подожди, а почему 60? Не 20? 20 тысяч стоит одна итемка, а тебе для крафта надо 3. 6. 3 итемки это 60 тысяч. И шанс там 15%. То есть как бы его достать практически невозможно. Ну, есть люди, которые могут попытать свое счастье. Но пока я не вижу в этом смысл. По красным агатам. Вот так вот. Все. Так, у нас есть 4 агата. Это Дух Единорога, это Дедушка Мороз, это Тигр и Новогодний Венок. В принципе, этих агатов на данный момент достать невозможно. Но, может быть, в дальнейшем ведутся какие-то паки, в которых можно будет их достать. Вот. А Матуру и Чудовище пока не везет, пока не достал. По легендарным могу сказать, что у меня уже был один трай на Антараса. У меня уже есть на складе камушек. Я жду купончик. У меня с купончика будет стопроцентный фиологат. А один уже есть. И, в принципе, когда мне дадут купончик, если выпадет фиологат, не золотой, а фиоловый, то будет еще один трай. Купон выйдет, и получается, у меня минимальный агатион, это будет фиолетовый минимальный, который могут дать. Или золотой. То есть, я к этому стремился. В принципе, пока по душам. Как бы не все хорошо звучало, тут у меня не так все хорошо. На самом деле. Я всегда закрываю души в души. Белый, в принципе, более-менее хорошо закрытый. Зеленый добиваю пятерки. Есть пару-трое по двоечке. В основном, ну, скоро будут все двойки. Красных, ну, такая вот история. То есть, есть уже двойки, их уже немало. По прогрессу я должен все перекинуть. Потому что я, как бы, много закрывал лишнего, например, да, тут я 800 сюда очков потратил, туда не надо было тратить. Тут тоже 800-ки закрывал. Хотя можно было упороться в атаку и сделать, наверное, вот так вот. Весь урон плюс 4 еще урона. По соскам. О, девятое. Девять, два. Делаю всего, понемножку, по... Я всегда собираю, чтобы вы понимали, так как я ножик, я всегда собираю зелень, всегда собираю серые вещи. И они у меня всегда идут в разбор. И таким образом, ну, я не знаю, наверное, около 100 тысяч, в принципе, за неделю. Я так плюс-минус смотрел, я фармю. 100 тысяч кристаллов. Ну, то есть, грубо говоря, за месяц ты там полмиллиона можешь спокойно себе нафармить этих кристаллов. А полмиллиона это вот-вот, вот-вот, трай, скажем так, на 9. Дальше, атака у меня тоже 9-2. Это защита. Защита у меня тут 7-1. Завоевание 6-2. Дуэль 9-1. Тоски 8-1. И вот последняя 6-1. Ну, более-менее, чем рады, тем богат. Давай так, с мастерства. Мастерство всегда я закрываю, пытаюсь его закрывать, то есть, на все классы. Танчик у меня закрыт примерно вот так вот. То есть, вы видите, я упарывался в доп. урон. Я закрыл 10. Увеличение урона от умений 6. И, в принципе, дальше выкручивал, вот что получилось. А советы можешь дать какие-то? Просто вот мне очень интересно по мастерству. Я ничего не знаю, отлично. По мастерству. Ну, для чего я танка крутил? Потому что, в принципе, мы дойдем до того момента, что даже не донатные игроки будут бегать на раулях. И желательно бы иметь по максимуму закрытые все классы. Сначала игры я этим не занимаюсь. То упарываться, слушай, цвет на самом деле особо не играет роль. Это я покажу на ноже, почему он не играет роли. По танчику, ну вот, да, основной стат – это увеличение урона от умений, которые нужно закрывать. И всегда нужно начинать с центральной ячейки. Вы смотрите, что вам важно, какой вы класс, да, но танку – это важный шанс оглушения в основном. Ну, тут я не словил, я не упарывался. Словил увеличение урона от умений и думаю, что… В принципе, более-менее с цветом я это закрыл и хорошо. Дальше БДшка. БДшка у меня в фиоле. То есть я где-то пытался ловить сопротивление, удержание, оглушение. Ну, в общем, плюс-минус выролил в один цвет фиола. Он более-менее защитный. Буду давать себе танцы и… То есть важно, чтобы он просто был закрыт. Так, теперь ножик. Ножик я еще закрыл изначально. Наверное, с начала игры. Как появился. И больше суда не касалось. Потому что я видел, как люди тратят по 5-6 тысяч монет и ничего себе не врели. Вот, а это мне обошлось, в принципе, достаточно я быстро это все закрыл и не упарывался. Почему ножик зеленый? Почему не синий? Если мы разберем основные статы для ножиков. Ну, все говорят, что зеленый – да, это ПВЕ, синий – это ПВП. Фиол – это для арбов, для танков. В общем, защитный. Почему это не совсем так? На примере ножика. Берем зеленые статы. Мы видим, что весь урон плюс 2. Если бы мы синий качали, мы бы получили доп. урон в ПВП плюс 3. Но вопрос, что лучше – доп. урон плюс 3 или весь урон плюс 2? То есть урон, конечно. Весь урон участвует в более большой формуле, чем доп. урон. То есть с него все начинается, именно с всего урона. Он потом умножается. У нас когда-то скидывали таблички эти с японских ресурсов, как они считаются. То есть мы подставляли, смотрели и действительно весь урон важнее. Так, тут защита в ПВЕ и 3 защиты. Тут могу сказать, что да, действительно мы теряем 3 защиты. Дальше мы теряем крит атаков в ПВП от 3%. Но дальше к этому мы перейдем. Я не помню, у меня крит атаков в районе 130%, но будет 133. Это не особо критично важно. А в ПВЕ оно помогает, скажем так. Я могу стоять на более высоких этажах, в более больших локах. Теперь, что важнее ножику? Шанс оглушения и увеличение урона от оружия. На мой взгляд, шанс оглушения ножику нужен. Но так как у ножика, в принципе, практически 100% прыжок, то имея 100% или 103% или 105% от оглушения, это тоже уже не столь критично важно. А в лечении от оружия достаточно важно. То есть это тычки больше, так как нож бьется в основном с руки. Дальше мы видим точность или точность ПВП. Конечно же, точность плюс 2 важнее, чем точность ПВП плюс 3. К точности мы перейдем, когда я покажу свои статы. Тут понятно, шанс двойного урона и увеличение урона от умений. Мы тут можем посмотреть, что в принципе эти статы практически равносильны между собой. Тут поспорить можно. Да, тут это для ножей, опять же, увеличение урона от умений. Да, но нож практически не играет от этого стата. Он играет немножко от стата урона от оружия. Арпалет еще закрыт. В принципе, я его закрыл в синюю. Получил немножко каких-то статов. Урон урона 5. Увеличение урона от оружия 4. Тут сопротивление оглушения ословил, снижение ословил. Но в принципе, неплохо. По ножу, что у меня тут по ножу? Еще раз перейдем. Так, у меня снижение 5 штук. То есть, 5 снижения в ноже. Дальше у меня урон в ближнем бою 4. Ну и получается шанс оглушения 2%. Урон от умений 2%. Ну и топ урон плюс 4. В принципе, статы неплохие. Так, по ячейкам. Более-менее. Когда-нибудь буду перекручивать. Но перекручивать, когда будет там в районе, может 10-15 тысяч монет. В среднем, я так, по замерам, у меня, наверное, копится 50-70 монет в сутки. То есть, в принципе, когда-нибудь, да, накопится. Сейчас я вот начал орбу понемножку закрывать. Ну, правильно, это от получения опыта, правильно? Идет же это, монетки капают. Да. То есть, у меня капают монетки и сейчас, и от танка, и от ножа. Потому что танк закрыт, и нож закрыт. Хочу показать, так, обратите внимание. Всего вложено 48 510. В атаки у меня вложено 107 420. Но тут открыты полностью все девятки. Так, для любителей. Смотрим сначала тут восьмерки. Восьмерки в среднем закрывались, ну, тут плохо. Вот, наверное, вот тут, смотрите. Восьмерки закрываются за 6 400, за 5 120 и 8 960. Вот, в принципе, в этом диапазоне надо и работать. Девятки у меня закрыты, это самое большее. Вот тут 28 160. Дальше 20 480 и 17 950. У нас есть ребят, которые закрывают все девятки по 15 тысяч. Они, конечно, молодцы. Но пока у меня так не получается. Дает атаку. Я думал долго, стоит ее открывать, не стоит. У меня было где-то на 10 троев. Мы видим, что тут троев стоит 2000 этих итемок. И, как бы, это дорого. Надо хотя бы оставить на 20 троев, чтобы попытаться открыть. Потому я начал упарываться в третью ветку, в девятку. Тут уже, вот, закрыл 2000 и потратил 17 950. То есть я буду закрывать девятки, потом, может, буду троить уже, скажем так, вторые скиллы. Ну да, надо, как сказать, баланс идти по всем, как бы, веткам. То, что если в одну упороться, ты много теряешь. Вот так я упоролся, как видим, потратил 107 тысяч. А мы знаем, что десятки, в десятки в среднем будет где-то вложено по 45-50 тысяч в ветку. Это то же самое, что закрыть все на плюс 8. Чтобы закрыть десятку. То есть, ну, тут надо 10 раз думать, где берем нашу любимую пробуду. Ты знаешь, где? Подожди, какую пробуду? Ну, вот эти итемки. Остров. Где их можно брать? Где еще? Ну, Остров, Пробуждение. Остров, где еще? Ну, я не задавался таким вопросом, честно. Попытаюсь тебе объяснить. Это всем будет, наверное, интересно. Те, кто не знает. Первое, мы берем подземелье, прыгаем в башню дерзости, подходим к торговцу и смотрим. Как видите, тут продаются две итемки. Первая итемка на тысячу очков. Она стоит 1200. Она дается раз в неделю. В принципе, 1200 итемок можно выбить за пару часов. И каждый день дается по 100. То есть мы с башней дерзости 700 плюс 1000, 1700 в неделю можем забирать. Если мы будем фармить лабиринт, мы заходим в создание и видим, что мы тоже можем скрафтить. Давай попытаемся один раз. Неудача. То есть мы видим, что мы за эссенцией, которые там выбиваем, можем скрафтить с шансом 25% в 1000 тоже раз в неделю. И каждый день, вот вы видите, с 6 и 6, мы каждый день можем закрывать 600. То есть по факту 7 на 6, это 4200 мы берем этих итемок только с этих. И плюс это, это 5200 в неделю мы забираем еще этой пробуды. То есть в принципе 5200 плюс, сколько я говорил, 1700. В неделю мы почти 7000 можем фармить этой пробуды. 7000 пробуды. Как знаем, в паках всего вот этих выходных было всего 7000. А тут мы за неделю бесплатно можем нафармить 7000. Ну да, неплохо, но это Остова надо тянуть или лабиринт. В первой зоне, в принципе, не знаю. Уже должны все тянуть. Так, с коллекцией у меня все печально. Мы были 3 месяца в войне тяжелой. И коллекции я не закрывал. Я, честно скажу, их не закрывал. У меня тут все не очень хорошо. Покажи в процентах, пожалуйста. В процентах все херово. 50. 783 коллекции закрыты. Половина. Но в основном, если мы к весь урон, силам, ближним бой, урон в ближнем бою, мы видим, что тут все закрыты. Зеленых все. Синих. Ну, скажем так, нельзя, нельзя. Можно долго, долго, под статом. Урон, ничего себе, точности. Ну, это, скажем так, с неправильным Агатом. В основном я бегаю с Аганом Анах. Иногда отименели. Ну, смотря в каких зонах надеваю. Так, тут выделены все мои основные статы. Урон в ближнем бою 241, точность 244. Вот. Увеличение урона от оружия, да, это основной мой стат, про что я говорил. Тут 200%. И урон отименений 206. Ну, наверное, к самому интересному перейдем. То, чего, наверное, у 99% ножей нету среди всех 24 серверов. Интересно? Конечно, очень. Это, конечно же, скиллы. Играю я Fireplay. Мы перешли, мы с ними воевали. Изначально на Эрике, после, скажем так, к нам залетели, да, топ составов с Барцов. Мы успешно сбежали на Леону к вам. В принципе, там и познакомились. Вот. После Леона мы решили, скажем так, дальнейший наш путь. И выбрали Fireplay, потому что, как бы, самые адекватные условия. Ребята сказали нам, ребята, заходите на любой сервер, забирайте его под себя и делайте, что хотите. Вот вам, скажем так, кристаллы с Адена. Да, вы полноправные члены. Если сможете забрать сервер, все ваше, мы никаких претензий не имеем. Ну, то есть, самые адекватные условия среди тех, к кому. Ну, а вопрос, вопрос. А ваш Redrise, да, сейчас на сервере? На третьем барсе? Да. Кто доминирует? Ну, самое интересное. Так, давай вылетелись на сервер. Пробежимся, да? Я не знаю, у тебя будет лагать, не будем. Не, ну, картинка очень плохо, когда ты передвигайся. Плохая картинка. Так, ну, давай по боссам посмотрим. Ну, Prime, именно 6 часов вечера покажи. Вот именно где-то вот 7-45. Начиная с 9 утра до 2 часов ночи, это все наши боссы. Наверное, с 2 часов ночи, вот, у них время с 2 до, наверное, 7-8 утра они могут что-то забирать. Ну, все видно, вы всех боссов как бы забираете. В основном... Не знаю, долистаю, не долистаю. Так, а нет, чего не так? Это получается... Это же все наши. Ну, это то и мордил. Ну, это все то или да. Бэллард, мордил. Ну, серверных вы забираете, как бы видно по этому. Ну, прикольно, круто. Кессером. Вот, кстати, Глаки. Вылезло буквально 5 или 6 боссов сразу же, да, после рестарта. И вот Глаки, они сумели забрать. Мы прыгнули на них, их убили, но кто-то пошел в инвизии и забрал друг. По боссам, так, по рейтингу, да. Как видите, я на 20-м месте. У нас на сервере есть шпилер. Это фиолмаг. Там, я думаю, что вы видели. Он там на ютубчике выкладывает, как он кольца точит. Засовывает 16 красных колец, мультиточку и точит. Вообще красавчик. Ну, а посмотрите, я не видел. Я увидел, у меня рот, скажем так, открылся. Так, ну, в общем, ребята у нас, в принципе, неплохие. Наши вары. Вот шпилер, хорошо одетый, полностью фул фиол. И разбийник. Тоже одет полностью фул фиол. В основном на сервере, ну. Немножко есть, что позакрывать. Но у меня три краски лежит. Ждем, пока книжки подешевеют. Чтобы можно было страничек сделать. Как-то так. Под скиллом ножа. Самое интересное. Самое интересное. Понятно, синие все, красные все. Фиолетовый. Хорошо. Самое дорогое, что это есть, это вот мы буквально неделю назад выбили метку смерти. Это фиоладен скил. Это тебе от клана пошел, правильно? Да. Да, пошел он мне от клана. Чтобы ты понимал, цена этого скилла в районе, ну, наверное. Слушайте, ребята мне говорили, что вот этот скилл на трансфере ушел за 350 тысяч. Ну да, скилл дорогие, да. Сейчас объясню почему. Потому что его нельзя достать. Ты его с алхимией не достанешь. Он только появится в продвинутой алхимии. И его можно будет достать еще с четвертого сундука. Который завезут там через три месяца. То есть этот скилл достать пока невозможно. Каких скиллов? Ну, это орденов сколько нужно, чтобы его взять? 45. Ну, его пока нету. Он только появится. Понятненько. Ну, я бы показал, конечно, пвп, но в принципе, слушай, любой маг, любой игрок там с 30-35 тысяч хп ложится в среднем, ну, где-то за 3-4 секунды. Вот, видите, на нем появилась метка. Значит, у него меньше половины хп. Прикольно. Вот это прикольно, слушай. Что я рассказать вам еще? Показывает, у кого меньше хп. Да, прикольно, круто, вообще круто. А, сори, я этот микрофон выключил, то, что ходят тут. Так, то и то, интересно, какой этаж, то и то, что, всем хочется. Самый выгодный этот четвертый этаж. Там идет 0.25 где-то, плюс-минус, на 78-ом. На пятом этаже идет, к сожалению, даже в красной комнате я делал замеры, это 0.20, 0.21. Самый большой кач у меня, это в, боже мой, в лабиринте, там идет 0.32, 0.33 на 78-ом левеле. То есть в среднем где-то 5-6% я могу брать в сутки. Если мы берем 77-ой, то, да, мы делим опыт на 3, то это где-то чуть больше процента за час. Процент с копейками. То есть с 77-го по 78-ой, ну, это 3 дня, чтобы левел взять. Да. Не, ну, у тебя чар очень хороший, очень. Шикарный чар такой. Каждый бы хотел такого, я думаю. Ну, как-то так. Тут нету супердоната. Нету. То есть у нас ребята, которые много донатят, есть, которые там, я не знаю. Слушай, по поводу доната, ну, наверное, 2 раза за месяц паки берутся. Это небольшие суммы. Не, ну, просто ты фармишь в таких локациях, тебе там может немного игру отдать, там немножко, как бы. Там что-то выбить такое можешь. Ну, ты же выбиваешь, что-то там какие-то. Ну, краснушку. Вот я краснух мало падал, я счёту, 5 краснух за эти полтора года выбил, как-то она не. Странно, странно. Просто ты такие локи тянешь, вот. Я думал, просто топчики, если там тянешь, хотя бы там, начиная с третьей той, ты начинаешь хотя бы там, ну, видеть краснуху раз в месяц, может, там, в два, там. К сожалению, как-то с краснухой нам не повезло. Так, слушай, агитацию у тебя можно? Ну, давай, какую? На набор? Ну, можно и так сказать. Вот, смотрите, вот, видите, есть такой персонаж. Еган. Это Еган? Просто картинка плывёт очень. Скажем так, этот персонаж сейчас ещё что-то стоит. Через три месяца, ну, наверное, будет стоить, как обычный персонаж. Ему не дают возможности качаться нигде, ни на сервере, ни на межсервере. То есть его забивают и делают с него обычного мембера. Если вы играли с этим персонажем, то два меня уже могут его спокойно уметь. Вообще, на лёгкого. Пока я ещё один-один с ним не справляюсь, но я думаю, через месяц, через полтора, это уже станет возможным. Ну, там первый этот, первый, то, Евгений вроде, первый его, как его? Владелец. Как сказать? Владелец, да. Первый владелец тоже много вкладывал. Я помню, ещё в Мастера Чу, когда обзор сотрел, он там рассказывал, ещё он там синьку точил, когда она стоила там по тысяче алмазов. Слушай, этот персонаж когда-то нам давал на паки. Я тебе больше расскажу. Скупить все паки, чтобы мы ему тащили за этот однопроцентный скилл. То есть было время такое. Но потом, потом что? Потом он подарил драйверу. А драйверу, я так понимаю, он подарил ещё в начале того лета. Чтоб ты понимал. Ну да, да. Мы когда уже на Леоне играли, то, понятно, уже Игана тогда не существовало. То есть не было его. Это его чар. Ну, скажем так, не будем мы о прошлом. Ну да. Что было, то была эта история уже. Система мне очень нравится. Вот, допустим, мы приехали сюда, нам сказали, забирайте сервер, всё ваше. У нас всё решается, скажем так, общим мнением. То есть мы собираемся всё в голосе, решаем, что кому, что как и кому. То есть у нас есть банк. Топчик. Вы понимали, не буду показывать, но, скажем так, на конец трансфера там будет в районе, наверное, 600 тысяч алмазов, я так думаю, плюс-минус. 600, может больше. Может 500, может 800 тысяч алмазов на конец трансфера. И куда мы эти деньги деваем? Мы просто будем покупать фиолку. Но с одним условием. То есть мы ищем сейчас уже фиолку, покупаем её за 30-40 тысяч алмазов клановых. А выдавать будем при условии, что ты снимаешь с себя вещь, а даёшь чуть ниже рангу. За эту вещь даёшь, например, 50%. То есть мы купили фиолку за 30 тысяч, 15 тысяч ты отдаёшь, и отдаёшь свою вещь. И тебе клановый даёт фиол. И этот фиол является твоим полностью на 100%. Ни клановый, никакой, а твой. Тебя даёт возможность купить фиол в полцены. Таким образом, количество кристаллов достаточно большое, и таким образом, очень много, скажем так, членов клана одиннится фиол. То есть по опыту других серверов можно спокойно сказать, что 15-16 пушек фиольных мы купим. Может, 20 на конец трансфера. То есть, в принципе, основной весь состав, там, в 20-30 человек, он будет полностью весь с фиоли. Ну это такой бартер, хороший очень бартер. Да, мы кристаллы никуда не пропадаем, у нас нету системы ДКП. У нас всю краснуху, которую мы выбиваем на данный момент, уходит на клановый аукцион. Что такое клановый аукцион? Ты бил боссом, выпала краснуха. Эта краснуха уходит на клановый аукцион, и торгуются все, кто в клане. То есть, краснуха в среднем уходит за полторы-две тысячи кристаллов. То есть, люди ее покупают, кто на алхимку, кто куда. И эти же кристаллы потом приходят тебе на почту. То есть, било 10 человек, купили эту за две тысячи и разлетелись кристаллы. То есть, имея там две краснухи в день, это 150-200 алмазов в день просто падает на почту тебе каждый день. Ну и плюс, вот все кристаллы с замков. То есть, мы держим два замка, плюс у нас есть доля садена. Как-то так, вот, мы можем посмотреть. Ну, в среднем с Дионой и Гераном нам падает 30 тысяч раз в две недели. И, наверное, тысяч, наверное, 80-100 саден. Ну, сумма приличная там выходит. 80-100 тысяч на месяц. Ты всегда получаешь алмазы. У меня сейчас все алмазы уходят на коллекцию, я тут чуть-чуть начинаю закрывать. Вот, ребята себе скупают на алхимку все вещи. То есть, если кому-то надо что-то, то, что мы выбили, там, АДН-2 скиллы, у кого, не дай бог, не закрыто, они пишут, типа, перебивайте ставку. Мы понимаем, что это краснуха. Даже если это АДН-2, он должен там уйти за 3-4 тысячи. Ты же все равно убьешь босса, получаешь кристаллы. Ну, вот, потратите кристаллы на то, что тебе надо. И плюс тебе бартером опять прилетают эти кристаллы. То есть, круговорот кристаллов достаточно неплохой. Да. Так что? Нет, прикольно. Я очень за вас. Да, так что классно. У нас нет никакой, я же говорю, нет дебильной этой ДКП-системы, где-то непонятно за что и как. Мы играли в этой системе, это какой-то ужас. Да, я помню, ну, что мне не понравилось, то, что лили в уши, типа, вот, мы вкладываем в топов, потому что за счет топов мы будем тащить, а в итоге на фанпей все топы ушли. И все. Так. А глава клана у вас так же и остался? Подожди. У нас нету главы клана. Рамзес вроде бы, Рамзес. Рамзес, мы же разделились, они улетели на бойчика. А на б4, а с нами остался Кузя. Кузя, ну, с Кузя я с Рамзесом общался тогда. С Кузей не общался. Рамзес парень неплохой, но дело в том, что он все-таки хотел править, то есть, чтобы он принимал какие-то решения. А нам это не нравилось, и мы, скажем так, разделились примерно 50 на 50, кому нравилось, что он говорит, а кому нет. А кто-то решил, что давайте решать все вместе, то есть коллегиально. Какие-то решения будем выносить. И, в принципе, мы, скажем так, навоевались с нейрик и решили, что мы все-таки разделимся. Мы остались в союзе, все как надо, общаемся дальше. У нас разные системы. У них решают один-два человека, а у нас решают практически все. Странно. Странно, я тогда с Рамзесом общался немножко, ну, другого мнения был. Ну, так бывает, когда ты в власти, люди заигрываются с властью. То есть, нет, мы до сих пор общаемся, все классно. Заходим в дискорд, все. Просто мы хотели немножко... Я ничего не говорю. Вот я ничего не говорю. Ты видел, да, этот скилл, который стоит на данный момент... Ну, ты понимаешь, да, сумма, которая уходит от М2 скилл, 350 тысяч алмазов. И он у меня есть у среднего игрока. Не знаю, был бы ли он, если бы как-то по-другому решался этот вопрос. Потому что у нас претендовало на это, грубо говоря, там 3-4 человека. Но так как нету... По факту нож я один. И как бы непонятно, когда будет Libra, когда что. И все-таки решили отдать мне. Ну, не за бесплатно, скажу так. То есть, я его купил, но за недорого. То есть, это не цена этого скилла. Скажем так, кто был на босиках, я немножко выделил по 2000 алмазов. Ну, то есть, цена недорогая. Мне было тяжело. Цены озвучивать не буду. Выделить столько кристаллов. Но я понимал, что это стоит того. Как-то так. А с этим скиллом нож стал... Ну, вот, по поводу ножей еще скажу. Наверное, первый... Первый, что надо брать, это вот... Призрачный клинок. Это вот эти тени, что выскакивают. Это самый главный скилл ножа. У вас урон увеличивается в среднем, где-то в раз за 3-4 минимум. То есть, если вы фармили 0, допустим, 0,10, вы с ним будете фармить 0,50 сразу. Второй скилл... Слушайте, чтобы остаться на ноже, наверное, надо брать теневой шаг. Это этот прыжок за спину. Ты с него не можешь улететь. Ты стоишь в таком параличе, и он действует от 5 до 7 секунд. Третий скилл я бы рекомендовал брать ей давитый взрыв. Это, скажем так, он усиливает ядовитый террор. То есть, это тоже в ПВЕ больше, наверное, скилл. Дает больше тычку, можно так сказать. И после того, как бы, появится четвертый сундук, берите всю эту метку смерти. И самый последний скилл – это марионетка. То есть, как-то так. Марионетку почему я не брал? Потому что я ее достану с фиолокраски. Все равно игра длинная. Потом все-таки фиолокраски будут подешевле. И эти скиллы, и это скилл Герановский. На рынке не так дорого стоит. Ну, когда-нибудь довозьму. Понятненько, понятненько. Спасибо тебе огромное. То есть, такой значочек надо головой. То есть, если я его просаживаю до 50%, я сразу вижу, что у этого игрока меньше 50% хп. Все. То есть, я знаю, примерно, нож, примерно. Вот, кстати, пвп. Смотрим. Вот, видишь мое хп? Да. Ну, блядь. Улетел. Не, красиво. Понравилось видео, лайк, подписка обязательно. И также благодарность человеку, который рассказывал. Комментарий напиши спасибо. С вами был Розе. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...